Здравствуйте на канале Десна ТВ Новости, с вами в студии Виталий Волков. В России на 2% может вырастить итоговая сумма в платежках ЖКХ. С таким предложением выступила Минэкономразвитие. Ведомости предложили увеличить тарифы на те же процентные пункты, на которые был увеличен НДС. При этом, несмотря на увеличение итоговой суммы, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина включенного в платеж налога. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Стартует предвыборная агитация в СМИ. Это святые, которые своим примером показывают нам, как нужно нам поступать, как нужно нам жить. День почитания святых князей Бориса и Глеба. Чувствовала, наверное, гордостью, то, что хорошо пробежала. Трасса нормально способствовала, чтобы бежать. Десногорский открытый кросс «Березка». Сводка криминальной обстановки в городе. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. 9 сентября в Российской Федерации состоится единый день голосования. Пройдут выборные кампании различного уровня. В том числе в 17 субъектах Федерации пройдут выборы депутатов законодательных органов. В соответствии с законодательством предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется ровно за месяц до выборов. В нашем сюжете мы расскажем вам, кто из кандидатов воспользовался своим правом выступить на канале Десна ТВ. 3 августа в соответствии с законодательством в здании администрации Десногорска прошло распределение эфирного времени на канале Десна ТВ. Заявки были поданы от Десногорского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия», Смоленского регионального отделения политической партии «ЛДПР», от кандидатов депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по единому избирательному округу номер 15 Олега Алексеевича Каравашкина, от кандидатов депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по единому избирательному округу номер 15 Михаила Васильевича Лосенко. Согласно поданным заявкам, эфирное время было распределено с соблюдением законодательства. График выступления кандидатов будет опубликован на официальном сайте телекомпании Десна ТВ. До половины средств, необходимых на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета. Сейчас это бремя лежит на властях субъектов, и в удовлетворительном состоянии находится только порядка половины трасс. Федеральное финансирование может решить проблему с экономией на качестве ремонта, полагают эксперты. Однако нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей. 6 августа Православная Церковь вспоминает святых благоверных князей Бориса и Глеба. Это первые русские святые, канонизированные как русской, так и церквью Константинополя. История жизни и смерти князей широко известна на Смоленщине. Именно на нашей земле был убит муромский князь Глеб. Это произошло в месте впадения ныне несуществующей реки Смедыни в Днепр. Празднования в честь святых Бориса и Глеба совершаются три раза в год – 2 мая, 5 сентября и 6 августа. Борис и Глеб – русские князья, младшие из 12 сыновей киевского святого равнопостольного князя Владимира Святославича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после смерти их отца, они были убиты по воле старшего брата Святополка, прозванного Окаянным. Эти святые прославились тем, что они исполняли заповедь Божию. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Они не стали бороться за власть и не смогли поднять руку на своего брата. Это святые, которые своим примером показывают нам, как нужно нам поступать, как нужно нам жить. Если мы возлюбим своих ближних, то все в нашей жизни будет хорошо. Нужно только научиться любить. Борис и Глеб канонизированы в 1072 году. Их считают заступниками русской земли. Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тонн санкционной продовольственной продукции из других стран. Об этом сообщается на сайте службы. Больше всего среди уничтоженных продуктов оказалось овощей и фруктов, в частности польских яблок и турецких томатов. В то же время служба уничтожила 862 тонны животноводческой продукции, среди которой больше всего молочной. Как отмечает Россельхознадзор, основной поток санкционной продукции поступает из Белоруссии. Также фиксируются случаи незаконных поставок из Казахстана. В июле президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на ввоз запрещенных продуктов до конца 2019 года. Ежегодно в преддверии Дня физкультурника у нас в городе организуется открытый Десногорский кросс-ганди-кап «Березка». Он проводится уже более 10 лет. Подробности далее. В этом году на спортивную базу в Генино прибыло более 40 спортсменов из Десногорска, Росковля и Ельни. Легкоатлетический забег собрал любителей здорового образа жизни и профессиональных спортсменов. Дистанция, которую спортсменам необходимо преодолеть, прокладывается кругом протяженностью 3 километра. У юношей и девушек старт общий. Мужчины и женщины стартовали с ганди-капом по возрастным группам. У мужчин дистанция 15 километров, у женщин 9 километров, у юношей 6. Девушки бегут всего 3 километра. Несмотря на жару, в этом году ни один участник не сошел с дистанции. Все добежали до финиша благополучно. «Варя! Варя! 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 Варя!» Честово, наверное, на гордости. То, что хорошо пробежала. Трасса нормальная способствовала этому, чтобы бежать. Еще ее обустроили красиво очень, особенно с прошлого года. Сегодня вышел на старт. Задача была добежать. Но когда разбежался где-то в середине дистанции, понял, что силы есть. И, в принципе, показал хорошее время для меня. То есть, километр где-то из пяти минут я убегал. Вот, общее время где-то час-двесять. То есть, все очень понравилось. Хватило сил как раз до финиша. И, в общем, все замечательно. Все очень понравилось. Трасса неплохая, только было очень жарко. Бежалась, в принципе, нормально. Не очень тяжело. Среди девушек первой стала Сабина Асланова. Среди юношей – самый быстрый Матвей Семченков. В категории женщины первое место у Анастасии Кругликовой. У мужчин победитель Михаил Витохин. Самым возрастным участником соревнований стал Фёдор Дятлов. А самая юная участница – Софья Мелконян. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели смоленских детей. Тела двух братьев 10 и 11 лет и их 12-летние сестры были подняты из западной двины в городе Велиж вечером 5 августа. Личности установлены. Все проживали в одной семье в Велиже. Предварительно стало известно, что дети самостоятельно ушли купаться на речку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного над частью 3 статью 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет подполковник полиции Сергей Чулков. За прошедшую неделю в отдел МВД России по городу Десногорску поступило 129 заявлений и сообщений от граждан, из которых 3 преступления, все преступления раскрыты. Произошло 9 ДТП с техническими повреждениями. Составлено 94 административных протокола, из которых 76 за нарушение правил дорожного движения, в том числе 2 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Преступлений террористической направленности не выявлено. Активные пользователи высокоскоростного интернета спят несколько меньше остальных людей, выяснили итальянские ученые, опросив 5,5 тысяч человек. Люди, которые активно пользуются широкополосным доступом ко всемирной информационной сети, спят на 25-60 минут меньше. Особенно выраженное влияние интернет оказывает на молодых пользователей в возрасте от 18 до 30 лет. Они ведут активную сетевую жизнь и спят на 70 минут меньше. Исследование показало, что активные пользователи интернета чаще просыпаются посреди ночи и в меньшей степени довольны качеством своего сна. А теперь коротко о погоде. 7 августа в Десногорске будет малооблачно, небольшой дождь и гроза. Днем плюс 22, ночью плюс 16. Но сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова